Глава округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые мы рассмотрим. Доклад о выполнении благоустройства. В этом году было реализовано много проектов, крупных, маленьких, на территории всего городского округа. Как они были реализованы, какие у нас планы, доложит Романцова Наталья Николаевна. В рамках реализации государственной программы по формированию комфортной городской среды мы постарались увеличить эту программу за счет собственных муниципальных средств нашего местного бюджета и включили в программу дополнительно благоустройство еще четырех, модернизацию детских и спортивных площадок, 31 пешеходной коммуникации и в три раза больше, чем было включено в государственную программу. Теперь о тех работах, которые запланированы до 1926 года. Таких объектов у нас достаточно много. Это от малых скверов до действительно масштабных, больших проектов. Как и озвучивали ранее, в программу по реализации не входила дальняя часть, так называемая лесная часть, Наташинского парка. Благодаря нашему главе Владимиру Михайловичу Волкову и Министерству благоустройства этот вопрос решен. Нам выделено дополнительное финансирование. И для того, чтобы сократить сроки выполнения работы уже в летний период 2025 года, предоставить жителям возможность комфортного пребывания на территории Наташинского парка, работы уже сейчас ведутся как по созданию площадных территорий, так и по устройству дорожно-тропиночной сети. Не могу не отметить важный для нас объект. Это перенос памятника защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территорию парка Победы в Красково. На данный момент выполнены работы по отливке самой стелы, облицовке ее гранитом с памятными именами героев-красковчан. Сейчас мы ведем работу по созданию площадки для проведения памятных мероприятий и удобному подходу к стеле, чтобы к 9 мая, к празднику Великой Победы, этот объект у нас был завершен. Мемориал «Вечный огонь» на Октябрьском проспекте, дом 116. Проект ремонта мемориала у нас готов. В настоящий момент мы готовим проведение конкурсной процедуры для определения организации исполнителя указанных работ. Начало доклада было небольшие по сравнению с такими крупными реализованными уже проектами. Небольшие дорожки, тропинки, те места, где ходят в школу жители, в поликлиники. В этом году у нас большой запрос на это был. Жители постоянно обращались и на выездных администрациях, и в личном формате реализовано количество достаточно серьезное дополнительно к тому, что было. И вот вся информация, Дмитрий Юрьевич, наверное, у вас есть по году, где что реализовано, не только дорожек, а просьба от наших жителей, потому что доклады часто носят характер только предложений. А вот то, что было выполнено, как раз сезон уже заканчивается, снег скоро пойдет, и мы уже ничего не реализуем только на следующий год. Вот просьба подобного рода доклад подготовить, что сделано и что забыли, в том числе не стесняться, чтобы на следующий год все эти также просьбы, замечания, предложения все внести, также эту работу продолжить. Следующий доклад – работа блока ЖКХ. Константин Михайлович, пожалуйста. Сегодня управляющими компаниями в рамках ожидания снегопадов, мы уже готовимся к зиме активно, проведена масштабная тренировка выхода коммунальной техники на территории обработки. Соответственно, каждой управляющей компанией разработаны маршруты движения каждой единицы техники, и это отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС. Выражаю благодарность всем управляющим компаниям. Работа с 6 часов утра до 8 была проведена, вся техника вышла на линию, вся ГЛОНАСС она отображается. Соответственно, сегодня в течение дня мы проведем анализ данной работы, разберем вместе с коллегами ошибки, и, соответственно, представлю дополнительный доклад о проведении данной работы, наверное, уже на следующей неделе. Следующий доклад – также продолжение уличной дорожной сети, работы транспорта, докладчика Гнатов Ивана Алексеевича, пожалуйста. Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорожного полотна. Важно отметить, что в связи с увеличением отремонтированных дорог происходит снижение количества ям. На слайде представлена статистика ямочного ремонта на муниципальных дорогах. Хотел бы рассказать о работах по обустройству тротуаров в городском округе Люберцы. В рамках ваших поручений, Владимир Михайлович, а также учитывая обращения граждан, которые были получены как через социальные сети, так и в ходе выездных администраций, с начала года по настоящее время были созданы 8 участков тротуаров, общая площадь которых составляет более 3000 квадратных метров. Коллеги, по повестке все вопросы есть, дополнения, предложения. Если нет, будем заканчивать. Хорошей рабочей недели.